и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушать я рад приветствовать вас на новом сезоне по прохождению такой увлекательный и удивительные карты как майнкрафт один блок арт-кор как вы можете понимать то что нас окружает это всего лишь вот этот один маленький блок если я вам скажу то вы не поверите но нам предстоит здесь выживать из каких-либо подсказок и что-то надо с этим делать если что напишется это то что нужно сломать это блок который подан нами давайте попробуем сломать этот блок умеет останавливаться он бесконечный исполнится тут больше чем земля а тут пожалуй мои знания английского принципе заканчивается но я думаю то что ты мне поможешь еще тут всегда к вашим услугам пожалуйста перейдите меня эту фразу блоки могут улучшаться со временем ага спасибо сундуки тоже тут встречаются но это я мог бы сам перевести но спасибо на встречаю здесь два яичка и саженец думаю что в принципе мне все из этого пригодится очень сильно и сундучок мы тоже себе заберем он тоже нам пригодится расширяй свою платформу воспользуемся мы пожалуй советом и будем потихонечку расширять нашу платформу выживания для этого скрафтим верстачок на этом верстачке пользуюсь всеми ресурсами подобающими скрафтим себе парочку полубоков и попробуем расширить платформу которая возле нас находится теперь я могу хотя бы стоять здесь более уверенно она чуть больше количества дерева конечно мне не помешало бы на самом деле существует 10 фаз и каждая из них имеет свою тему первое из них это равнины и там могут появляться подходящие мобы и блоки здравствуйте мистер свинья у нас к вам будет очень серьезный разговор да по-хорошему нужно было бы как-то ее обезопасить нам наверное закрепить но блин чем у меня ресурсов нету свинью я заблокировал такой вот небольшой коробочке здесь отсюда она не сможет в скором времени выбраться а сам тем временем продолжаю рубить здесь блоки в надежде найти что-нибудь интересное как например вот этот сундук с не таким уж интересным для меня лута и принципе у меня есть два саженца и небольшой кусочек земли и на небольшом удалении от в принципе вот этого добывающего нашего места я не вижу ничего плохого создать такую платформочку где вот эти два саженца смогут у нас прорасти в приоритете побена будет продолжать переводить фразы которые мне непонятны а я буду продолжать добывать дерево и блоки которые здесь у меня спавнится если ты убадешь твои вещи исчезнут блоки типа гравия могут падать это было очень клиповый момент и пожалуй если у меня появится возможность добыть ведро воды я бы хотел застроить блоки под этим блоком о принципе я сказал примерно же об этом что мне необходимо для того чтобы застроить блоки под этим блоком ведро воды я вышла здесь разолью и постараюсь заполнить пространство хотя бы на небольшом удалении от него я бы не отказался на самом деле от парочки вот таких вот банальных простых инструментов которые позволят мне добывать некоторые ресурсы типа сундуков и земли гораздо быстрее что банн волат кифт переведи подарок добра а главное что у нас есть здесь это еще один саженец пакел с помощью которого мы сможем поддерживать рост наших деревьев не только днем но и ночью бедрок ага а бедрок значит то что у нас скоро будет улучшение данного блока и мы сможем добывать здесь не только необходимые нам ресурсы инструменты вы достигли новой фазы фаза 1 равнины понятно очень интересно я конечно ничего особо не понимаю но безумно интересно и безумно интересно что за это выйдет но мы тем временем продолжаем нарубать деревья еще один пик которую я встретил и вет братан и тебя я тоже хотел бы себе заполучить пока хотя бы вот такого для них убранство создать и уже потом я смогу для них думаю какой-нибудь более цивильный газончик сделать пожалуй пока у меня есть возможности время я хотел бы воспользоваться полублоками которые у меня здесь есть и немножечко расширить ту структуру которая у меня здесь имеется чтобы ходить и не бояться буквально взять и сорваться куда-то вниз ведь я напомню что на хардкоре у нас всего одна жизнь ну и пока я здесь ставлю полублоки в нижнее положение я хотел бы обратить ваше внимание то что этот лосплей в отличие от остальных лосплеев которые уже есть на канале будет нацелен на максимальное использование ванильных механик максимальное строительство и интересное прохождение в плане каких-то облетов камеры которую вы могли уже видеть который я должен был уже сделать к этому моменту серии принципе я нашел здесь уже для себя первую корову коровы это очень полезные для меня сейчас животные да и в принципе наверное на всех этапах игры они будут безмерно полезны и стараюсь ее также как и других наших животных забрести в такой вот одиночный загон естественно не навсегда до скорого нахождения 2 коровы или хотя бы до появления первого булыжника следующее животное которое захотела попасть к нам коллекцию это стала овца которую я назову доли пожалуй и она будет у нас здесь жить проживать и добра наживать возможно в скором времени и я смогу найти пару но пока эта пара не найдена продолжается рубка этого всеми любимого одного блока и пока это все говорю я успешно нахожу здесь двух очень полезных животных куриц которые будут меня радовать своими яичками которые будут нанести надеюсь впоследствии и я очень сильно надеюсь то что они не смогут пролезть через пол блока я все продолжаю ломать блок в надежде что когда-нибудь из этого блока появится что-нибудь больше чем земля и арбуз вместе деревом который я здесь успешно ломаю сундуки которые к сожалению сейчас попадается они полностью не интересно нам связи банально с тем что них ничего на самом деле полезного нельзя поймать а вот вторую овечку доли можно было себе заиметь коллекцию нас встречает чудесным образом закат но я не могу отвлекаться и продолжаю рубить дерево которое постепенно малых количествах конечно нас помнится на этом нашем одном блоке одновременно случается два великолепнейших события сначала у нас спавнится подарочный сундук с яблоками дерном в принципе очень для нас полезно саженцы березы и саженцем думаю что в принципе до этого у нас не было и вырастает дерево которые здесь у нас мы сможем собрать срубить и сделать только то что захотим и как только мы срубаем этот вот наш сундук с разумными сердечками у нас начинается апгрейд и отчет до последнего финального апгрейда этого самого блока эти времени у нас еще вырастает чудесным образом еще одно дерево которое я также за один раз срубаю как в предыдущие года следующий у нас этап это подземелье ура ребята ура хотя бы по той причине что у нас здесь начинает спавниться камень забывая которую мы во первых открываем каменный век тем самым ознаменовав тот этап когда мы сможем смело отказаться от всех рода деревянных инструментов и добывать вот это вот блок гораздо гораздо быстрее ресурсов что-то у меня стало слишком много и пожалуй все из них я сложу сундучок который здесь же и поставил рядом а себе и лишь я оставлю все самое необходимое что нужно для этого самого блока и продолжу его здесь добывать привет друг да я ожидал увидеть конечно последнюю учить но и думаю то что тебя мне нужно заполучить любом случае в коллекцию себя имеешь небольшое количество дерева чтобы обезопасить свое пребывание в этом мире я еще немножко расширяю эту платформу естественно насколько позволяют мне это ресурсы после того как эта цель была достигнута оглядев свои владения я решил что мне хватит ресурсов чтобы создать обычную ферму 9 на 9 из блоков земли с водой посередине в моей задумке эта ферма будет представлять из себя роль огорода после того как с помощью дерна я смогу вырастить на ней парочку травинок используя костную пыль а уже собрав траву у меня вышло бы выращивать пшеницу и размножать моих любимых животных я не заменеваю что костную пыль так же как и кости у меня получится найти уж очень скором времени но в отсутствие предметов для посадки и большого количества дерна я просто посадил на эту заготовку под ферму деревья чтобы древесина копилась быстрее и быстрее шло расширение нашего небольшого островка ну а теперь когда же нужно просто ждать когда трава сможет разрастись а деревья вырастут не ничего другого не остается как снова добывать этот один привет наш первый мог в этом чудном мире да это конечно опасно и скором времени мне так повезти просто не сможет следующий мог таким может быть критичным для нас мы начинаем уже потихоньку терять голод естественно мне не нравится естественно к нас приводит постепенно к мысли то что нам нужно поскорее начинать выращивать различного рода культуры заспавнился еще один мастерюга впоследствии я надеюсь построить здесь какую-нибудь ферму как только наберусь здесь достаточно количество блоков и уже с помощью нее буду фармить различного рода ресурсики но пока чтобы опять-таки время не терять как ни странно я хотел здесь немножечко спахать землю и посадить здесь немножечко картошечки чтобы она росла и не просто так не пылилась у нас сундуке а питаться я пока буду арбузиками я здесь вот оставлю 8 штучек себе на прозапас и конечно понимаю что это не самая лучшая у нас еда но за не менее лучшего что можем то и едим не достается новый вариант сундука он тоже переливается какими-то странными частичками у нас это очень интересненько у нас на самом деле опа а лет братаны сразу за этим дучком пряничками идут два вражины я был рад на самом деле было бы больше скелетом нежели обычным зомбарям поскольку скелетов я бы мог надыбать немножко себе косточек и уже начинать врач вы себе пшениточку опа пауки но поскольку сейчас день они не представляют для нас опасности очень жалко что с них я смог получить только паучьи глаза без обычных ниточек и ниточки я думаю то что мы скором с риме не найдем в любом случае мы с вами будем строить моба ферму если не в это так следующей серии поэтому я думаю то что даже с ниточками нас проблем не возник никаких абсолютно хотя вот насчет на следующей серии я загнул нам нужен наверное кварц заговорился амору заговорился хорошо что никто из животных нас сильно не пострадал но видимо это знак свыше то что этих животных нужно поскорее увозить отсюда ну и после взрыва вероломного грибера я принимаю решение создать наконец-то нормальный загон для наших животных но к сожалению для нормального загона нужны нормальные ресурсы хотя бы дерево как строительный материал из-за того что ресурсов нет а закон жизненно необходим и так как я не хочу чтобы животные добровольно попадали в пропасть я беру драгоценный булыжник и уже из него я строю ограду и хотя бы теперь у нас общий загончик для скота есть в наличии надеюсь что впоследствии обязательно сделаю для каждого из видов отдельную территорию и чтобы обезопасить себя в первую очередь от ближайших взрывов криперов я сделал такую-то граду под которой в случае чего я могу пролезть и собирать вот этот блок я вот здесь что буду так стоять и добывать конечно же и никакой крипер и надеюсь в следующий раз не придет сюда не взорвется и ничего мне не уничтожит к счастью для меня великому счастью я вышел тому уровню что саженцы у меня начинает идти с избытком а это значит то что дерево у меня находится в большом объеме ну и снова я останавливаюсь на том что буду я добывать дальнейшие блоки которые здесь выпадут они выпадут постарался конечно себя обезопасить но насколько это сильно поможет нам я не знаю в принципе вот статья одна из тех причин ради чего вот это устроился забор из того что хитбокс и уровень зрения данного персонажа находится на уровне вот этого забора он меня не видит соответственно я в некой безопасности но все таки он еще может на взорваться и уничтожить блоки поблизости это мне нужно его как-то опасаться если он подойдет сюда поближе все с трех ударов у нас отлично умирает мы забираем все что с него упало и продолжаем дубайсить этот блок в принципе может начинать тот момент когда я начинаю деревья выращивать именно такой вот полосой и не боясь то что я потеряю саплинги в ведь саплингов меня с этих деревьев очень большое количество аж 21 штука принципе этого дерева у нас достаточно большое количество чтобы принципе начинать уже когда-нибудь в ближайшем будущем строить мог бы фермы но как всегда я не буду с этим спешить а вот этого я не продумал к сожалению тот факт что пауки могут все-таки к нам пробраться через вот этот наш ухищение но я думаю то что с пауками мы как-нибудь совладаем и не такую же не опасно для нас давно вовремя не забывайте восполнять запас еды и здоровья наконец-то спустя еще несколько буквально минут добывания одного и того же блока я наконец-таки нахожу судок с розовыми сердечками а это значит то что в скором времени мы с вами перейдем на новый уровень здесь у нас находится карта немножко ели и самая малость угля я очень прекрасно понимаю все по создателю с этой чистой картой and думаю эта карта нам будет дальнейшем очень сильно полезно если мы поместим ее в рамочку и будем постепенно тем самым замерять развитие нашего острова и ждем 30 секунд до соответственно апгрейда нашего самого города следующий у нас плантация айс тундра я не знаю зачем она мне нужна но теперь у нас будет зато много снега если все правильно понимает гигантское количество снега может нам пригодиться для постройки крас арены ведь снежные блоки очень легко доступны но я не знаю стоит ли мне это делать ведь верю у нас особых напрягов не должно быть в ближайшем времени ведь она у нас растет и процветает пёсель а я думаю ты нам будешь полезен если я тебя пока что закрою здесь это будет твоя временная будка давай с тобой договоримся и сыграем с тобой в одну прекрасную игру любой из вас смотрящих это видео может придумать название для этого самого пёселя если обязательно следующей серии если конечно я найду бирку я его так и назову о во первых получил я странный сундук с новыми партиклами и также здесь вот моба которого раньше я не видел в принципе майнкрафте это скелет скелет это косточки замечательный не дробь не хотя бы парочку и медру ты мне дробь на одну кость какой ты классный еще и стрелу на медлительность уйти мое золото сундуки опять ничего интересного но это нас не должно беспокоить главное что мы получили костную муку и вырастили здесь кучу различные вот это вот нашей травы давай хоть одно семечко пожалуйста хоть одно семечко до одно семечко у нас есть замечательно не знают все точки мне вряд ли пригодятся здесь я постараюсь здесь еще вот так вот хоп-хоп и получить аж три семечка замечательно просто замечательным образом нас выходит настолько у нас все замечательно то что пожалуй я думаю еще немножко тут спахать всего для того чтобы посадить еще больше семян для того чтобы это все еще более эффективно росло если все также замечательно пойдет на семенами дальше то В скором времени мы сможем даже размножать коров и прочей живностью И они не будут у нас такой вот кучкой здесь толпиться А как-то будут это более систематизированно делать И все у нас будет супер-пупер Еще раз скелеты, на этот раз их два Но как я и говорил, то что для нас они не особо опасность представляют Благодаря нашим оборонительным сооружениям Целых две кости я даже получаю Соответственно я их пускаю все на удобрение Для большего продуктивного и скорого роста Вот этих вот немножечко пшениц Я сразу пущу, пожалуй, на размножение наших коров Которые у нас уже есть успешным образом И да, они вот даже теленочка нашего небольшого умудрились заделать Какие они умнички у нас, я не могу Ага, неожиданно Я встречаю здесь золотую руду К сожалению, просто так добыть эту золотую руду было бы кощунством Используя каменную кирку И мне, наверное, придется сейчас выплавить немножечко железа Тем расчетом, чтобы использовать железную кирку С целью как раз-таки добычи этого самого золота Первую кирку я получил, добыл первое золото И продолжаю добывать дальше Надеюсь, что в скором времени я здесь таким же образом встречу алмаз Я думаю, что на фоне такого прекрасного заката Нам нужно потихонечку завершать это видео Ну а напоследок я хочу лишь сказать всем Спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда Ваш покорный слуга Мамору Еще услышимся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok